друзья привет всем добро пожаловать на мой youtube канал месяца три назад я вам рассказывал что у нас сгорела вытяжка синтек и обещал вам рассказать о том какую мы вытяжку купим записать небольшой видео отзыв так вот вот этой вытяжкой мы пользуемся уже три месяца и мне есть что вам рассказать долго мы выбирали вытяжку читали много отзывов смотрели видео разные и остановили свой выбор на вытяжке от фирмы гефест вот такого купольного типа у нас и плита кстати тоже гефест поставляется она вот в такой большой коробочке здесь еще декоративные накладки разные есть я вам чуть позже покажу куда они ставятся зачем они нужны вот такие основные характеристики если вам интересно у нас модель by o11 покупали мы ее вот за такую стоимость еще 9 сентября ссылочку в описании под видео оставлю если интересно перейдете посмотрите и сможете отзывы почитать смотрите вытяжка имеет вот такой алюминиевый фильтр большой мы его за три месяца еще ни разу не открывали не чистили потому что он еще забился не сильно забился вообще не забился можно сказать и также здесь давайте уберем ее сразу также здесь есть четыре клавиши управления первая клавиша это включение подсветки очень удобно вечером когда хочу например на кухне чай попить можно свет на кухне не включать включил вот эту подсветку она приятно вот так вот светит три режима скорости 1 2 3 максимальный уровень шума у нее заявленный так 65 децибел и смотрите мы третьим режимом пользуемся очень редко только когда супруга здесь много чего-то готовит когда там пар идет запах идет тогда включаем третий режим в основном пользуемся первым и вторым режимом отзыв у меня сразу скажу положительный нам вытяжка это очень нравится и смотрите вот какой нее уровень шума а давайте я на фильтр поставлю на место потому что с фильтром думаю шума будет меньше включаем первый режим вот сейчас ее может быть и слышно на самом деле когда здесь чайник кипятится еще что-то я практически не слышу как она работает и смотрите интересный момент режимы включаются чтобы включить другой режим надо вначале этот выключить затем включить 2 например вот так она теперь шумит и третий режим ну третий прям очень мощный очень сильно она прям засасывает дело прям рукой чувствую можно конечно же и так сделать смотрите например стоит у вас 2 можно его не выключать и включить 1 вот включился 1 но обе клавиши нажаты то есть если у вас несколько кнопок будет нажата будет работать тот режим который самый наименьший вот сейчас две нажаты работает 1 если вот так 1 3 работает 1 ну в общем здесь все понятно ничего сложного нету дальше смотрите давайте рассмотрим внутренности кстати друзья напишите мыли ли вы такой фильтр хоть раз посудомоечной машине в инструкции написано что его можно мыть в посудомоечной машине но со временем он может потемнеть и это ничего страшного а вот у нас посудомойка bosch там написано что вообще лучше алюминиевые алюминиевую посуду лучше не мыть потому что опять же она почернеет мы как-то опасаемся на прошлой вытяжке мы в посудомойке не мыли а сейчас хотим попробовать напишите если вы мыли что с ней становится сильно темнеет не сильно в общем стоит мыть посудомойки или нет вот здесь двигатель сам установлен лампочка да и в принципе здесь больше ничего интересного давайте еще сверху покажу вам как она крепится закрепил просто на два дюбеля здесь пошел кабель и имейте ввиду вот здесь фланец на самой вытяжки диаметром 100 миллиметров у нас прошлая вытяжка была с фланцем 120 миллиметров поэтому чтобы вот это все мне не менять пришлось сюда поставить пластику и надеюсь его вот видно там стоит в общем пластиковый переходник еще пришлось поставить он с разных диаметров на например с маленького больше 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 просто ножом его отрезаете и ставите в общем пришлось поставить переходник и смотрите интересный момент у нее есть два режима рециркуляции воздуха и вытяжка что это такое то есть рециркуляция это когда воздух у вас уходит не вытяжку саму а очищается и выходит обратно наружу и если в прошлой вытяжке у нас вот здесь были отверстия а вот здесь был переключатель то есть мы клапан открывали закрывали и все и переключали рециркуляцию либо вытяжку если рециркуляция включена была воздух просто отсюда выходил то вот здесь не все так просто если вы захотите включить режим рециркуляции то смотрите есть вот такая заслонка специально есть также кстати в комплекте вот такой угольный фильтр он используется только в режиме рециркуляции вот сюда он ставится вот так поворачивается и крепится написано что в режиме вытяжки его использовать нельзя как хотелось его кстати поставить но в принципе толку от него не будет потому что опять же воздух весь уходит у нас вытяжку в общем а если режим рециркуляции у вас воздух проходит через фильтр очищается убираются запахи и выходят наружу но откуда же он выходит смотрите так в комплекте идет вот такая декоративная накладка вот так она выдвигается вот смотрите какая она большая плюс она из двух частей состоит вот это внутренняя вот так можно выдвинуть и вот по бокам отверстие как раз для рециркуляции то есть если вы хотите режим рециркуляции вам надо вот этот корпус поставить имейте ввиду он достаточно высокий у нас сюда например даже по моему не влез бы по высоте бы в лес но вот это гофра бы у нас не вышло то есть если вы установите этот декоративный кожух то вам необходимо будет вот эту перегородку здесь внутри вот так поставить то есть вам необходимо будет перегородку здесь поставить и у вас воздух не будет наверх уходить а будет выходить вот из этих боковых отверстий, то есть маленько здесь вот так вот все запутано яблоки катаются на прошлой вытяжке с этим было намного проще ну я думаю в основном-то все такие вытяжки дома ставят, именно чтобы у вас весь воздух в вытяжную систему уходил сейчас во всех квартирах эта система есть, так что мы например на этом не зацикливались вот здесь кстати в инструкции прям расписано, как это все крепится как все устанавливается и размеры все есть если интересно, можете вот сейчас нажать на паузу, почитать и посмотреть вот такая вытяжка, мы довольны с запахами справляется на отлично, если что-то у нас здесь секундочку на медленном огне варится только первая скорость и все, уже никакого запаха в квартире нет если например что-то побольше супруга готовит, она вторую скорость ставит, а если вот то там к празднику, там у нее много комфорок включено, много чего готовит то и третью скорость включаем но говорю за все время, раз-два наверное включали в общем с запахами она справляется просто отлично когда у нас прошлая вытяжка сломалась и мы выбирали новую то есть жили можно сказать без вытяжки это был какой-то ужас жена начинала готовить здесь и запахи стояли сын у нас вот эти все запахи не любит начинал кричать ааа, опять пахнет и так далее ну я думаю у кого есть дети возможно с этим сталкивались такую вытяжку я к покупке готов рекомендовать надеюсь она прослужит долго не так как вытяжка Синтек ну фирма Гефест в принципе хорошая отзывы только положительные если это видео, друзья, вам было интересным и полезным ставьте палец вверх пишите свои комментарии может быть вы тоже хотите рассказать о своей вытяжке какая у вас стоит нравится она вам или нет ну и напишите пожалуйста вот про такой фильтр мыли вы его в посудомойке или нет на этом сегодня все подписывайтесь на канал впереди много интересного и полезного всем удачи пока-пока